Привет, друзья! С вами Андрей Нутиков и сегодня я хочу поговорить про мой любимый оффер, самый-самый любимый. Это наручные часы. Люблю я их, во-первых, за то, что они компактные, то есть легко их можно почта России отправлять и платить недорого за доставку. Во-вторых, это недорогой товар, то есть закупать можно его там в районе 300-400 рублей. Ну и в-третьих, я очень люблю этот товар сам по себе, я люблю носить наручные часы, мне нравится, как они выглядят, поэтому этот товар продается у меня лучше всего. И сегодня я хочу показать самые популярные модели часов, которые продаются не по 5-10 штучек, как обычно оно бывает, а продаются большим количеством, то есть заказывают у нас их товарщики в месяц от 50-100 штук по-разному, в зависимости от сезона. Естественно, каждый из часов продается у всех по-разному, у одного товарщика продается одно лучше, у другого другое лучше, но тем не менее, я показываю им на те, которые по статистике оптового нашего сайта Optimus продаются лучше всего. Кстати, покажу еще несколько модель браслетов, которые идут в подарок к этим часам. Поехали! Прежде чем я начну это видео, я вас очень прошу, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, и тем самым вы поможете мне, а я тем самым буду помогать вам и делиться интересной информацией. Спасибо! И хотел бы я начать с часов, которые уже очень давно существуют на рынке, это у нас часы Amst. Часы Amst уже давным-давно производятся, наверное, с 2016 года я их сам лично продаю в розницу. Каждый год эти часы возвращаются к своей популярности, лучший сезон для них это осень-зима. Естественно, самый-самый лучший сезон это перед 23 февраля на подарок мужчинам. Часы выполнены очень хорошо, имеют множество функций, по-моему, там есть секундомер, дата, даже дни недели показывают, цифровой и обычный стрелочный у нас часовой механизм. Все это есть в этих часах. По качеству здесь, конечно же, нареканий никаких нет. Часы идут в полиэтиленовой упаковочке с надписью Amst. Также внутри идет инструкция и идет у нас карточка, ну что-то типа гарантии. Продаются часы отлично у нас эти через одностраничные сайты. Ну и множество-множество каналов продаж, в которых можно эти часы двинуть, потому что это идет оригинал, никаких сертификатов, никаких проблем с интеллектуальной собственностью быть не должно. Цветов множество, то есть я хочу сейчас в этом видео показать три цвета основных. Это черный ремешок, темный циферблат, коричневый ремешок, темный циферблат и светло-коричневый ремешок, серебристый циферблат. Следующие часы, которые я хотел бы я показать, это дизель 10 бар. Также есть дизель Брейв. Ну, в последнее время я чаще всего вижу, что продают дизель 10 бар, именно их оптом берут больше всего. Часы, конечно же, являются репликой. Качество бывает разное. Бывает с рабочими дополнительными циферблатами, бывает с стоячими. Ну, вот как в данном случае, это муляжи. Естественно, такая модель будет гораздо дешевле, в районе 350 рублей оптом. Если модель с рабочими циферблатиками, конечно, это будет в районе от 600, а то и более в оптовой закупке. Часы неплохие по качеству. Продавать, в принципе, не стыдно. Можно продавать тоже через любой канал продаж. Но тут нужно быть внимательным с тем, что вы продаете копию бренда, и у вас могут быть проблемы с интеллектуальной собственностью. Но, тем не менее, доски объявлений такие часы пропускают. В Директ тоже каким-то образом проходит с этими часами. Ну, поэтому продавать можно. И, конечно же, с подарком, потому что голиком эти часы вряд ли зайдут. Следующая довольно-таки хорошая по своему качеству, несмотря на свою низкую цену, модель часов, это часы Emporio Armani. Ремешок у них выполнен в стиле такого пластика. Вообще, по сути, это должна быть керамика. Но у меня в данном случае в руках дешевая реплика, которую очень массово продают через лендинги. Опять же, вопрос в интеллектуальной собственности, потому что это копия Emporio Armani. Ну, здесь каким-то образом товарщики из этой ситуации выходят и тем самым получают, так скажем, монополистическую продажу. То есть, они единственные на рынке, кто продает этот товар. Как выходит, скорее всего, это либо подмена лендингов через всякие клоаки. Я эти способы, конечно же, не люблю. Но, тем не менее, эти часы показываю, потому что их берут в больших количествах оптом. Следующие женские часы в стиле Pandora. Ну, вернее, не в стиле, а так и называются они Pandora. Прикольны они тем, что у них крутится механизм. Есть модель и без крутящегося механизма. Но сейчас более популярна именно модель с крутящимся циферблатом. Выглядит очень классно. Цвета есть различные. То есть, можете уточнить у нашего менеджера на сайте, если будете подбирать эти часы. Цветов множество. Притом, цвета могут быть несколько штук серебристых. Но посередине могут быть циферблат золотистого цвета. Может быть, какого-нибудь черного цвета и так далее. Это можно все уточнить. Продается на ура. Самое интересное, что эти часы неплохо продаются сами по себе. То есть, отдельно не обязательно продавать их с каким-то подарком. Но этот вопрос решается анализом конкуренции. То есть, смотрите конкурентов на сайтах и уже там понимаете, как эти часы продавать отдельно. Или же все-таки нужно какой-то подарок к ним брать. Следующая моделька часов интересных, женских, с крутящимся циферблатом. Лендингов на них куча. Называют их по-разному. Часы Джеди, Флауэр Диамонт, Шанель, по-моему, их еще называют. В общем-то, видов их тоже много. Я показываю более дешевую модель. Она с более маленьким циферблатиком, с таким не самым качественным ремешочком. Есть модель подороже, которая представлена у нас на сайте. Это все можно уточнить спокойно у нашего менеджера в личном сообщении, которую во вкладке ВКонтакте на сайте есть слева внизу, справа внизу есть вкладка JivaSite. Пишите туда, и вам менеджер на все эти вопросы ответит. Часы неплохие по качеству, выглядят круто. Перед Новым Годом, который близится, очень хорошо они будут продаваться. Плюс 8 марта. Ну и вообще они уже продаются с лета и не привязываются к никаким праздникам, поэтому можно их продавать круглый год. Главное найти целевую аудиторию и правильно выбрать ценник, за который продавать. Не демпинговать самое главное. Все у вас будет хорошо. Следующие часы, про которые, я думаю, знает каждый, не обязательно заниматься товарным бизнесом, чтобы знать эти часы. Часы Starry Sky или Звездное Небо. Цветов очень множество. Самые, наверное, популярные это фиолетовые и золотые, насколько я помню, потому что именно эти цвета всегда заканчивались, и о них все вокруг спрашивали. Сейчас, конечно, эти часы, наверное, не продаются так классно, как это было год-два назад, но, тем не менее, они все равно продаются, все равно на них есть спрос, есть товарщики, которые покупают сотнями каждый месяц. Продавать можно через лендинги, потому что товар не привязан к интеллектуальной собственности, несмотря на то, что это изначально идут часы Gucci. Gucci китайцы сейчас убирают, и поэтому часы продаются как часы No Name. Реализовать можно, как я уже сказал, через настраничники, через доски объявлений и так далее. Ну, если продавать через лендинги, можно все абсолютно инструменты продаж использовать. Ну, как правило, я вижу их в Яндекс.Директе и в Таргете Инстаграм. Часы Дом. Тоже очень качественная, по моему мнению, модель часов за небольшую сумму денег, которые продаются абсолютно везде. Тоже Дом это не интеллектуальная собственность, поэтому продаем хоть где, тестируем. Ну, конечно, по этим часам, я думаю, рынок уже подзаезжен, потому что продают их уже много лет. Но, тем не менее, у нас их берут оптом в больших количествах, следовательно, продавать их можно. Вполне возможно, что реализуют их с подарком, например, с каким-нибудь клачем или даже с сумкой. Например, сейчас есть новые сумки, которые называются у нас Polo, есть сумки Jeep. Можно спокойно с ними продавать эти часы в подарок. Ну, и, конечно же, куда без дополнительных подарков. Это у нас браслеты в стиле Пандора. Браслеты не только в стиле Пандора идут в подарки. Есть различные браслеты. Можете посмотреть на нашем сайте или уточните менеджера. Он вам накидает фотографии браслетов, которые у нас берут чаще всего на подарок различным часам. Кстати, вот такие браслеты Пандора. В данном случае это синий цвет. Они являются самыми популярными. И их берут, как правило, на подарок часам Starry Sky, на подарок часам Pandora, ну и на подарок часам Boasaili, которые, кстати, я сейчас тоже хочу показать в этом обзоре. Часы Boasaili. Для меня очень классные часы. Идут в таких коробочках. Есть также варианты без коробочек, они подешевле. Вот, то есть, выглядит очень классно. Ну, на самом деле, буду честен, сейчас их не продают в таком количестве, как продавали ранее. То есть, если раньше у нас брало там по 10 человек в неделю, их сотнями, и постоянно не хватало цветов, например, золотых, то сейчас их берут не в таких больших количествах, к сожалению. И, ну, тем не менее, осталось несколько человек, которые умудряются эти часы продавать. Сотнями, конечно, они берут, но, тем не менее, продажи на них есть. Вот, цвета есть тоже различные. Я показываю самые ходовые. Это золото-синие, золото-золотые и серебряно-черные. Ну, часы, также, конечно, не ноу-нейм, но проблем с интеллектуальной собственностью у этих часов, как правило, нет, поэтому продаются они через любой канал продаж. Главное, не лениться и тестировать. Также я хотел рассказать про недорогие часы, которые, как правило, идут на подарок какому-либо офферу. Ну, например, такие часы, как Adidas, такие часы, как Swiss Army. Это самые ходовые модели, которые берут на подарки. Swiss Army вообще берут сотнями, например, к биноклям Canon 70 на 70. Поэтому берите их на вооружение, и таких часов на подарок можно использовать множество. Я порой даже удивляюсь, почему все на лендингах используют одно и то же. Все берут Swiss Army, хотя, на самом деле, часы есть дешевые, такие, как Speedometer, Casio на железном ремешке и так далее. Они выглядят намного дороже, и их тоже можно ставить в подарок часам. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки под это видео, ну и, конечно же, писать комментарии. В комментариях можно писать вопросы, которые у вас остались, или, может быть, предложения, которые у вас есть по поводу того, какое видео мне записать. Мне всегда будет приятно это читать, и я всегда стараюсь отвечать на адекватные вопросы. Спасибо огромное еще раз за внимание, желаю всем удачи в бизнесе, заработать хороших денег, чтобы у вас все получалось. Ну и самое главное терпение, потому что без него здесь никуда. Просто так, по челчку пальцев, ничего не получится, здесь нужно работать. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok